друзья всем огромный привет вы снова на канале ранчо у санчо в интернете гуляет один потрясающий рецепт почему потрясающий потому что мясо пожарены на мангале это в принципе всегда вкусно если же добавить немного туда специй друзья сегодня готовим вкусный люля кебаб его можно назвать ленивый люля кебаб как хотите проверим заодно рецепт но и вкусно сегодня покушаем погнали у меня здесь молодая телятинка вот так вот жирком это хорошо для люля кебаб это будет потрясающе у меня здесь полтора килограмма мяса и где-то 400 грамм свиного салом сало можете выбрать курдючное можете и говяжье какого хотите и у меня кусочек курдюка был я люблю когда присутствует бараний жирок он дает специфический вкус мне он нравится а там смотрите сами нарезаем мясо чтобы прокрутить это все через мясорубку если будут прям сильные пленочки то их удалите а просто небольшие пленочки они сейчас перекрутиться и будет все нормально жилки точно так же можете удалить у у меня здесь все отлично хороший кусочек мяса попался и теперь сало и мясо перекручиваем на большой на большом сети почему чтобы структуру мяса я люблю когда она чувствуется поэтому большой выбираю и теперь делаем обычный фарш на люля кебаб то есть мы что должны взять немного лука нарезать его очень тонко маленьким кубиком точнее он просто будет придавать сочность также сюда добавим зелень здесь по желанию смотрите можно базилик кинза петрушечка что захотите то и добавлять у меня будет петрушка и кинза берем и также мелко шинкуем по специям это будет обычные стандартные специи для мяса для шашлыка в магазине продаются либо же на рынке у таджиков узбеков можно взять они намешивают достаточно хороший вкусный спец куда входит красный перец кориандр чесночок в общем все там по красоте получается слегка насыпаем здесь две чайные ложки ну а сами мы добавляем немного хмели-сунели также две чайные ложки солим немного черного молотого перца теперь перемешиваем получается вкуснейший хороший фарш также можно люля кебаб из него сделать на шапурах рулеты все с красной рыбой там с творожным сыром мы делали то же самое мы делаем здесь только с мясом берем обычный лаваш который можно купить практически сейчас везде раскутываем его и теперь тонким слоем здесь делаем намазку из-за вот этого вот фарша по всему лавашу но в самом конце вот здесь вот не доходим чуть-чуть чтобы его было удобно завернуть короче проще это все сделать руками как выяснилось и теперь заворачиваем плотненько в ролл вот так вот удобнее потом немного подтягиваем и еще разворачиваем преимущество такого рецепта вы сейчас наверное подумайте то что лаваше будет сухо и все остальное нет смысл в том то что лаваш будет пропитываться когда это будет поджариваться с соками мясо жирка и в итоге получается достаточно сочно вкусно и отлично смотрите завернули вот такую вот бабушку блин класс она мне наверно даже большевато немного получилось самый край аккуратненько мы срежем ничего страшного потеряли небольшое количество но зато он будет ровно не будет подгорать все то же самое делаем с этой стороны шикарно теперь вот этот ролл друзья пока угли догорают убираем в целлофановый пакет и убираем в холодильник пускай он немного подморозится делаем это для того чтобы потом было легче нарезать вот такие вот шайбочки которые будем насаживать на шампура и отправлять уже жариться вот отсюда лаваш можно будет убрать а миску мы можем еще раз использовать кстати сейчас еще лаваш чуть-чуть пропитается это будет очень хорошо кстати многие в комментариях друзья пишут что любят смотреть видеоролики про шашлыки только из-за соуса потому что соус творит чудеса можно приготовить невкусно мясо но если вкусный есть соус то это мясо заходит на ура поэтому сегодня делаем новенький соус для этого берем либо томатную пасту но потом когда добавим все специи придется немного развести водой либо же упростить задачу это взять просто сюда 3 столовые ложки кетчуп желательно какого-нибудь классического к шашлыку можно выбрать но без всяких специй по типа как базилик и все остальное потому что мы сами сюда все с вами добавим также добавляем сюда сметану 15 либо 20 процентную приблизительно такое же количество отправляем сюда два зубчика чеснока выдавливаем они у меня были маленькие давайте 3 берем сюда базилик так соус будет более ароматный и здесь кинза мелко шинкой зелень отправляем соус солим перчик немного дижонской горчицы либо горчицы вот зернами 2 чайные ложки перемешиваем сейчас будем пробовать на вкус смотрим и балансируем уже то есть возможно сахар возможно понадобится немного кислинки и это будет на лимонный сок такой соус лучше сделать и дать ему немного настояться тогда он приобретает хороший вкус как раз угли уже подошли будем жарить соус настояться великолепно ничего больше не потребуется по соли отлично чувствуется ароматная зелень я так говорю если будет томатная паста наверно придется сбалансировать немного сахаром так как здесь был кетчуп он уже достаточно по-своему сбалансированный отличный соус готов друзья получились у меня до один большой другой поменьше и совсем маленький но как-то так теперь смотрим шампур будет проходить вот приблизительно так у нас здесь должен сантиметр к оставаться и здесь то есть приблизительно мы нарезаем по два сантиметра когда вот подмороженные они они легче нарезается и не так будет разваливаться поэтому это очень хороший способ внутри очень достаточно красиво получается мясо там лучок виден перец очень красиво и очень будет вкусно немного их можно выровнять чтобы они были покруглее и насаживаем там где получается закончился лаваш берем шампур берем вот так вот в руку и прокалываем прокалывается достаточно легко потому что лаваш уже немного пропитался и он не такой сухой берем делаем из него чуть-чуть покруглее хорошие седые угли и отправляем жарится ленивый или ля кебаб ну кто его как назовет без разницы короче вкусные просто шашлычки на мангале вместе уже с лавашом правда наверно ничего уже не видно друзья время жарки будет составлять приблизительно 15 максимум 20 минут но все зависит от вашего жара от толщины которые вы нарезали но все капает все хорошо будет сочненько жирненько а смысл такой все думают что это будет лаваш он будет очень мягенький потому что он пропитывается оба соком жира вот этого вот который мы добавили соком мяса и это будет великолепно друзья через 15 минут мы видим это сочно соку посмотрите бамс ай горячо нажимаем а там просто максимально сочно и снимаем все отлично ну и что снимем кусочек насколько это сочно я вам показываю вот нажимаем и увидеть сок побежал горячо безумно разрезаем вот здесь подсох только лаваш который был сбоку все полностью готово я вам показываю все готово друзья и пробуем сначала без соуса чтобы понять что это вообще из себя представляет божественно что есть лаваш внутри вы вообще не чувствуете вы только вот эту вот оболочку который немного становится хрустящих внутри перец остается немного хрустящим чувствуется специи чувствуется базилик чувствуется к точнее кинза ну в общем травы очень вкусно и вот так вот потрясающего вкусного соуса и друзья когда я вам видео говорю обязательно попробуйте этот рецепт то это все ерунда вот этот рецепт не то что надо попробовать нет мангала попросите соседи приготовьте вместе с ними нет мангала друзья гости близкие и так далее и тому подобное обязательно повторить этот рецепт потому что это безумно вкусно это реально что-то новое то есть это отличается от классического люля кебаб сочно мощно вкусно классно обалденно друзья одобряю вкуснейший хороший рецепт теперь я его буду готовить не один раз поверьте мне друзья когда придут ко мне друзья в гости и обязательно им приготовлю такой именно рецепт потому что это необыкновенно вкусно красивая подача обалденно налил себе стопочку закусила таким великолепно друзья всем огромное спасибо ставим лайки пишем комментарии как всегда до новых встреч пока